В Ярославле с начала года оштрафовано больше двух тысяч автомобилистов, которые считают, что могут парковать свою машину там, где хочется. Работа городских властей доказала, это мнение ошибочное. Рейды по незаконным парковкам проводятся ежедневно. В четверг нарушителей ловили в Кировском районе. Тех, кто ставит машину там, где за это грозит штраф, в центре города долго не ищут. Они как на ладони. Улица Чайковского. Да, здесь много офисов, куда многим нужно, но сквер Обелиска 30-летия Победы 1. И что это сквер не видит только слепой, которому права не выдают. Неизвестно почему, но зрячие водители паркуются прямо на газон в парке, ссылая, что стоянок нет. А штраф, да ради бога, но с претензиями. Я уже ведь не первый. Ну и чего, до сих пор ничего не сделали. Вы должны обратиться. Да ну я буду обращаться, но не сделают. Ну не сделают. И такая реакция практически всегда и везде. И только за неделю сотрудники администрации ГАИ составляют до 40 протоколов на нарушителей по областному закону. Протокол подписывают, но марку типа «Я не виноват» штрафники держат как флаг. Паркуют на газонах, паркуют на территории сквера. Никто не признает. Все ссылаются на то, что отсутствуют знаки по правилам дорожного движения, запрещающие остановку и стоянку. А правила благоустройства территории города Ярославля никто в принципе не знает, либо делает вид, что не знает. Не секрет, что парковок не хватает. Однако соблюдение правил благоустройства никто не отменял. К тому же насчет парковок не первый год выполняются четкие строительные нормы. Ремонтируем улицу. Мы стараемся сделать завязные карманы, сделать парковки. Будем строить. Соответственно тоже максимально сделаем широко, максимально сделаем удобно, так, чтобы средства можно парковать. Дворы. Каждый двор, каждый проезд однозначно проектируются с учетом добавления парковочных мест. Впрочем, есть автомобилисты, которые понимают, что штрафуют их по закону и готовы к тому, что в городе будут платные парковки. Если они будут платные, я буду платить без проблем. В Москве платили, никуда не делишься. Я буду за. Делайте платно. Охоту на водителей штрафников специально не открывали. Власти за бесконфликтное соблюдение закона. Тем не менее, с начала этого года в казну города поступило уже больше миллиона рублей с наложенных штрафов. Евгений Полковников, Василий Мосин.